Я хотела бы процитировать фрагмент из вашей книги «Моя жизнь, крушение и воскрешение СССР». Подписав рукой президента России и ратифицировав Российским парламентом Беловерское соглашение, Россия впервые с 1794 года официально признала независимость своей граничащей с ней колонии Белоруссии. Вот это 1991 год, Беловерские соглашения, Россия, вот как вы написали, впервые официально признала независимость. После этого было союзное государство, Евразийский экономический союз. Как вы считаете, насколько велика угроза независимости Белоруссии со стороны России сейчас? Ради сохранения личной власти наш сегодняшний нелегитимный, повторяю, нелегитимный президент продаст все, что угодно, включая Белоруссию. Хотя он заявляет, что он сторонник белорусской независимости и так далее, и так далее. Все его действия противоречат этому. Во-первых, незачем решать вопрос, в общем, с военным здесь присутствием. Незачем нарушать Конституцию и посылать белорусских военных за рубеж, поскольку они не должны участвовать ни в каких действиях согласно Конституции. Поэтому угроза очень большая из-за того, что работает старый советский принцип. Я начальник, ты дурак. Сверху донюс. А цена независимости Белоруссии вот в 91-м году и в 2015-м, сейчас она более велика? Вы видите, можно стать на путь независимости. Констатация того факта, что Россия признает независимость, вот как вы процитировали мою книжку, наступила в декабре, кстати, после подписания и ратификации Думы и Белорусским парламентом вот этого договора о создании Содружества независимых государств. Я горячий сторонник Ельцина. Понимаете, не глядя на все, что там было с ним на его выступление, он четко придерживался принципа, ну, права на национальную государственность по-настоящему, нелицемерного, понимаете, права. И надо было бы следовать по этому пути. Но у Лукашенко не было иного варианта, в общем-то, как-то закрепиться, получить поддержку России, кроме объявить всех врагами России. Вот, понимаете, я же тоже стал врагом России. Белорусский народный фронт – это враги России. Всякие политические образования – враги России. Один Лукашенко ночью вкопали пограничный столб, утром выкопали вместе с Черномырдином. Понимаете, такое лицемерие, такая показуха, так? А там, казалось бы, я раньше думал, ну, это же смешно, что высокообразованный Путин никогда не позволит себе заниматься такими глупостями, которыми занимаются убого образованные Лукашенко. Оказывается, тому только выгодно. Он, значит, даже были ведь осуждения, там, допустим, у того же Медведева в бытность президентом России, когда он осуждал Лукашенко, а потом они вдруг все пришли к выводу, что политически очень выгодно иметь такого здесь, в общем-то, ну, царька, фактически наместника. И поэтому угроза независимости Беларуси очень велика. Если сравнивать с 91-м годом, я бы не сказал, что тогда ситуация была лучше. Тогда по инерции мы по многим позициям оказывались очень зависящими от России. И надо было достойным образом эти вопросы решать. Достоинство было потеряно в первые же дни, потому что Лукашенко заявил о своем верноподданничестве не только словами, но и действиями. А вот в своей книге я еще процитирую вас. Вы писали о том, что беларусы в советское время были более советскими даже, чем россияне. Вот если очень метафоричное название «Крушение и воскрешение СССР» взять название в вашей книге, вы можете сказать, в какой день, в какой год, в какой момент в Беларуси воскрес Советский Союз? Было это раньше, чем он воскрес в России? Или позже? Вы знаете, самое удивительное, если так серьезно анализировать, я физик по образованию. Понимаете, есть целый ряд критериев, там, независимости и прочее, прочее. Он не умирал. Самое страшное, что он не умирал ни на минуту. В чем суть вот реформирования, которое постсоветское должно быть? Надо показать, что люди могут быть хозяевами своей судьбы и, в общем-то, могут иметь политические права, могут иметь незыблемые права человека. А здесь все продолжалось по-старому. Я начальник, ты дурак. Понимаете, я начальник. Это принцип сверху до низу работает. И пока этот принцип работает, остается здесь Советский Союз. А он может умереть? Он должен умереть. Он должен умереть, но без старания государства, без старания государства белорусского, без старания белорусского правительства, белорусского парламента. А их нет фактически. Давайте вернемся к временам, когда вы были руководителем белорусского государства. Первый президент Украины Леонид Кравчук, с которым вы вместе подписывали Беловежские соглашения, участник проекта «Россия и я», когда его спросила про лучшие и худшие дни в отношениях с Россией, во времена его президентства, сказал, светлые дни были тогда, когда Украина соглашалась безоговорочно с российскими предложениями. И как только Украина занимала в чем-то какую-то свою принципиальную позицию, сразу возникали противоречия с Россией. Если говорить о плохих и хороших днях в отношениях с Россией, когда вы были во главе белорусского государства, могли бы вы назвать самый лучший и самый худший день? Ну, все-таки лучше, наверное, я назову 91-й год, декабрь, когда Россия признала. Лучшим я назову то время 12 июня 91-го года, когда Ельцин был избран президентом, всенародно был избран президентом. И те его конкуренты, в общем-то, которые были такими, знаете, ну, фактически имперщиками, хотя очень уважаемые люди, допустим, тот же Рыжков, понимаете, в чем дело, все-таки здесь сыграло роль то, что истинным сторонником демократии был Ельцин. У него были фантастические сложности. Вот когда он испытывал эти сложности, мы тоже их испытывали, потому что его давили коммунисты, давили левые, он вынужден был сделать левое правительство, он вынужден был отстранить некоторых своих, своих, ну, так сказать, ближайших соратников, включая Бурбульса, кстати сказать, вот, хорошего, моего коллегу, так, вот, с Гайдаром тоже так, понимаете, потому что реформы шли туго, реформы шли труго, потому что население не успевало, вот, осознать. Трудно вам назвать какие-то времена, но самое важное, что тенденция была правильная, то есть мы шли к независимости. Говорить о независимости нет. Если Лукашенко почувствует, что он теряет власть, он все отдаст России, говоря уже о Беларуси. Станислав Станиславович, вы имели очень близкие отношения с Борисом Ельцином, вы назвали только что себя горячим сторонником Ельцина, были с ним в хороших очень отношениях. Вот в чем принципиально отличаются Ельцин и Путин, и что у них общее по отношению к Беларуси? Ельцин, я считаю, великий россиянин. У него есть истинно российские были коренные слабости, но истинно российские коренные качества такие сильные. Он не был лицемерен. Понимаете? Он не был лицемерен. А Путин, он профессиональный шпион. Ельцин, он профессиональный строитель, профессиональный руководитель строек, руководитель людьми и прочее, прочее. А здесь профессиональный выяснитель, в общем-то, человеческой сущности. И он выясняет это таким образом, каким это требовалось для КГБ. То, что КГБ – это порочная организация, так сказать, потому что все пытки, все гулаги, они были связаны с этой организацией. А Ельцин был велик в своей правдивости. Если он говорил, берите свободы, национальные я имею в виду, сколько хотите, сколько можете, можете освоить. Были сложности, поэтому соизмерить их нельзя. А вот есть было у них что-то общее, как российских лидеров, по отношению к Беларуси? Ну, вот союзное государство при Ельцине начало создаваться, да? Видите, в чем дело? Я думаю, что Ельцин имел все основания надеяться, что есть какая-то правдивость со стороны Лукашенко. Понимаете? Ну, он думал... Я вам объясню, почему это было. Я очень хорошо был знаком во времена начала Лукашенко с аппаратом Ельцина, с его коллегами. Я говорю, ну, как же так, вы допускаете, что Лукашенко заявляет там, что о Ельцине плохо говорит, что вот он уже старый там, и вообще, что он не очень там шурупит, вот примерно так вот. Они говорят, мы долго думали, что здесь делать. Ну, не делать же государственный протест. Ну, Борис Николаевичу сказали так, что, Борис Николаевич, вы царь, вы глава великого государства. А это вождь такого небольшого дикого племени. Пусть плетет, что хочет. В отличие от Ельцина, Ельцин же никого не сажал у журналистов, Ельцин же не уничтожал политиков оппозиционных. Здесь этого не было. Часто говорили во многих интервью, что не упустили в жизни две возможности вывести ядерное оружие с территории Белоруссии. И Де Юра констатировал, что Советский Союз прекратил свое существование. Сейчас в Украине многие обсуждают, надо ли было подписывать Будапештский меморандум, поскольку вывод ядерного оружия не гарантировал, как оказалось сейчас, территориальной целостности Украины, Россия нарушила. Беларусь выводила, и вы согласились без всяких условий. В принципе согласилась. Вот как вы сейчас смотрите? Леонид Кравчук в интервью сказал, что он и сейчас бы подписал этот меморандум, и что это было правильное решение о выводе. 8 декабря 1991 года, когда мы подписали Беловежское соглашение, я сказал, я считаю, что Беларусь должна вывести со своей территории ядерное оружие. И Беларусь убедить в этом Верховный Совет. 8 декабря. Без компенсаций, без предварительных условий каких-то. Почему я это сделал? Я понимал, что такое ядерное оружие на территории Беларуси. Это оружие, находящееся на поверхности. Для того, чтобы уничтожить вот этот плацдарм, способный уничтожить Европу, его надо накрыть тоже ядерным оружием. То есть, этим бы ликвидировалось ядерное оружие, ликвидировалось бы Беларусь как нация, и Беларусь как государство. Понимаете? Я это понимал, и я убедил в этом Верховный Совет. Мы такое решение приняли, что выводим ядерное оружие без компенсации и без всяких предусловий. В Украине другое дело. В Украине там было более сотни шахт, но они сидели все глубоко в земле. И как ни ударь по этим самым шахтам, они не будут уничтожены. Они будут продолжать вот эту самую опасность. У Украины было больше оснований как-то потребовать что-то за это ядерное оружие. Понимаете? Больше оснований. И я даже своим поведением Кравчук фактически упрекал меня. Понимаете? Ну, может, негласно. За то, что ядерное оружие, вот я сказал, так вот выведем. Было много сложностей, порожденных этим моим заявлением. Но я считаю, что это был ход для спасения белорусской нации. А, позвольте, я еще раз Леонида Кравчука процитирую. И вот он сказал о том, что Путин сделал из России и Украины, Каина и Авеля. И что Украина и Россия уже никогда не будут братьями. В отношении России и Беларуси разные политики часто используют эту риторику про братские народы. Как вы считаете, может вот такое произойти, когда и белорусы будут говорить, как украинцы, никогда мы не будем братьями? Нет, не могут так сказать. Мы будем братьями, только мы не будем рабами российской власти. Понимаете? Мы, я мужик, а он армаю. Мне кажется, вот Янка Купала очень хорошо сказал, что мы знаем, что такое человеческое достоинство. И хотелось бы, чтобы у нас, россияне, этому поучились. Вы начали говорить уже про российские военные базы в Беларуси. Какие угрозы они несут? И, возможно, есть какие-то преимущества для Беларуси от этих военных баз? Вы знаете, мы очень корректно поступали с Россией во время моего председательства. Я по образованию физик. И кое-что понимаю, зачем нужны были те две базы, которые были издавна в Беларуси. Так? Это под Барановичами радиолокатор. И, ну, скажем, база для связи, в общем-то, с подводными объектами, вот, и которые использовались. Встать на путь такой, что мы независимы и не хотим никаких российских баз, было бы, в общем-то, недобросовестно по отношению к хорошему соседу. Но мы должны были наметить путь. В течение какого-то времени Россия должна была, в общем-то, проводить такую политику, чтобы и ее баз на российской, на белорусской территории не было. И мы шли по этому пути. И четко об этом говорили. Ну, а дальше же есть другая позиция. У меня плохо получается все остальное, поэтому эти сволочи, это, значит, вот предшествующие, они хотели, значит, чтобы базы российские вытряхнуть, а мы говорим, давайте вместе, мы братские народы, мы будем бороться с НАТО. Я буду флагманом борьбы с НАТО, это Лукашенко заявляет. Понимаете, в чем дело? Это значит так, я хочу быть рабом Кремля, а за это позвольте мне сделать здесь то, что я хочу. Так и происходит. Станислав Славиславович, вот в рамках этого проекта я делаю интервью с многими бывшими руководителями государств. Большинство из них имеет специальные кабинеты. В их странах действуют законы, вот в Молдове, в Армении, например, законы о бывших президентах. Оговорена их пенсия. Вот практически у каждого есть охрана, есть помощники. Мы с вами записываем интервью в вашей квартире. Вот многим белорусам это известно, но вот в России, в Украине, может быть, люди не знают, почему у вас нет кабинета, как у бывшего руководителя государства. Почему у вас пенсия меньше одного доллара? Понимаете, наш президент, он не может быть интеллигентным человеком по природе. Не знаю, это заложено. Я еще раз говорю, следую, так сказать, лихачевскому наставлению. Поэтому он поступает самым бессовестным, неинтеллигентным образом. Я не унижаюсь до того, чтобы у него что-то просить. Пока я здоров, я могу зарабатывать себе на жизнь. Вот. И имею достаточное количество приглашений, где могу работать. Но не в Беларуси. В Беларуси мне запрещено работать. Да, я лишен, в общем-то, всех этих самых. Но, наверное, знаете, это, когда здоров, у меня проблемы нет. Но когда у меня есть проблемы со здоровьем, я задумываюсь над тем, что нужно что-то иметь в Беларуси. Я пока ничего не имею. Редактор субтитров А.Семкин